Приходи на мои стримы каждый день в 17.00 по московскому времени, я буду рад абсолютно каждому, будем с вами играть, веселиться, обязательно приходи на завтрашний стрим. И всем привет, многоуважаемые зрители, с вами я, Тунка, и добро пожаловать на выживание на одном блоке с моей девушкой. Сегодня мы будем выживать на карте Кэптив Майнкрафт, и это карта, на которой мы в барьере, как бы пытались от него выбраться, вот, моя девушка тут немножко паникует, но я пытаюсь ее успокоить, слушай, спокойно. Выпустите меня, пожалуйста, от стрима, давай. Сегодня мы будем выполнять ачивки, но для начала, я, понимаешь, нам тут немножко тесно, и для того, чтобы нам было менее тесно, нам нужно начать выполнять ачивки, но, а, ты, ты решила сама все сделать, да? Не знаю. Для тех, кто не знает эту карту, это Кэптив Майнкрафт, и только что она открыла инвентарь, выполнила первую ачивку и расширила наш барьер на полблока. Я год назад записывал эту карту, записывал ее в одиночестве, и эта карта вам полюбилась очень-очень сильно, поэтому я решил записать то же самое с моей девушкой, только на этот раз она меня хреначит. Я тебе говорю эту кастрюлю, я тебе дам позже, не надо меня хреначить. Да стой, я умру, не надо меня убивать, понимаешь, не факт, что я зареспаунюсь, а если зареспаунюсь, то не факт, что зареспаунюсь. Ребята, прежде чем мы начнем это выживание, я хочу вас попросить поставить лайк, а также написать в комментариях, хотите ли вы продолжение этого выживания или нет, потому что эту карту я уже записывал, но с моей девушкой, я думаю, это будет намного интереснее, потому что ты не ломай блоки, которые не стоит ломать. Вот девушка пришла на карту, сразу начала все ломать, вот почему вы все девушки наводите порядок по-своему, объясни мне. Да почему тебе, мне не нравится, тут не идиллия, понимаешь, тут везде земля, а тут кварц. Давай хотя бы начнем рубить дерево, а, давай, я как мужчина начну рубить... А ты инвентарь свой, открой. Инвентарь открыть, все, я открыл инвентарь, так смотри, ты выполняешь ачивку, и она у меня тоже выполняется, понимаешь, как это работает? Хочешь корову. Стоп, какая корова... Корова, здравствуй, блин, я так давно не играл на этой карте, что я ее позабыл. Ладно, девушке, поручаем самую сложную задачу, это срубить дерево, а я тем временем немножко скрафчу нам верстачок. Ох, ребята, это будет интересно, это будет очень интересно, поэтому обязательно запаситесь чайком, а я вам покажу все ачивки, которые нам нужно выполнять. Для тех, кто не знает эту карту, она называется Captive Minecraft, и при выполнении каждой ачивки, которая здесь написана, наш барьер расширяется на пол блока. Тем самым, скоро мы дойдем до вот этого сундука, скоро до вон того сундука, а скоро и до курицы, для того, чтобы ее приготовить. Правильно, ты же хочешь, наверное, курицу приготовить? Петух, меньше слов, больше делай, пожалуйста. А курочку приготовить хочешь? Смотри, у нас здесь корова, и она явно, смотри, ей здесь нравится. А мне не очень. Сейчас, мы скоро... А, смотри, она смотрит в сторону сундука, мне кажется, она что-то шарит. Слушай, а что нам нужно вообще сейчас делать? Смотри, мы выполняем сейчас ачивки и расширяем наш барьер. А как только мы дойдем до сундука, мы сможем получить из него какие-то крутые вещи. Спасибо тебе за дерево. Суть выживания в том, чтобы развить наш барьер до таких масштабов, когда мы сможем уже играть, как в обычный Майнкрафт. Пока что, как видишь, нам тут тесно. Ну смотри, корова пытается выбраться. У нее пол тела с нами, пол тела там, по ту сторону. Слушай, ну я тебе скажу так, это будет очень тяжело, потому что ачивок на самом деле достаточно мало. Смотри, следующая наша ачивка, которую мы можем выполнить, это скрафтить всего лишь деревянные инструменты. Это кирка, меч и мотыга. А это три инструмента и три ачивки, представляешь? Так, скрафти нам, пожалуйста, две палки. Давай, ассистент мой. Подожди, у меня тут, ой, я пшеницу нашла. Травку собираешь, да? Тебе только две, потому что выпадает четыре. А, скрафти, ой, кстати, посмотри наверх. Ты так обычно наверх посмотрела, у тебя же, наверное, шею свернуло. Ай-яй-яй, дождь пошел, у меня два сердечка, одно сердечко, полсердечко, не бей меня, пожалуйста. Скрафти, пожалуйста, нам каменный меч, каменную мотыгу и каменную, так, что там еще было, каменную, а, я понял. Досочки подбрось, пожалуйста, в меня. Короче, тебе ничего рассказать не надо, ты сама все умеешь. На, держите досочки. Сразу видно, моя девушка все сразу умеет, очень разумное создание. Еще одна дачивка готова, так, деревянная кирка есть. Так, теперь нам нужно... У нас появился петух, еще одна... Стой, стой, убери его, убери, убери меч, пожалуйста, из рук. Я их и не собиралась трогать, но ты почему-то решил тронуть меня. Не трогайте женщин, они бывают очень вспыльчивые. Итак, смотри, ооо, у нас доступен сундук, и посмотри, сколько в нем хавчика, я думаю, тебе понрав... Фига ты, блин. Девушки, время напрасно не теряется, они когда видят еду, они налетают на нее, как я не знаю на что. А, зато, а, нет, смотрите, главное привести все в порядок, ребята, вот это вся натура женщин. Привести все в порядок, все красивенько поставить. Вот это мужика, знаете, может взять и раскидать по всем слотам, а девушка аккуратненько, аккуратненько все поставит, рассортирует. Ты куда там пошла? Да что мне наверху делать? Я пока нам тогда скрафчу каменную кирку и пойду собирать дальше ресурсы. Слушай, да будь нам, знаешь что, да будь нам больше камня для печки. И слушай, что, у нас появилась свинья, у нас свинка появилась. Свинья, я кирке радуюсь, знаешь, они свинья. Ну, в смысле, что, свинья это тоже клево. Кстати, смотри, я тут нашел уже, короче, уголь, и мы теперь сможем наконец-то скрафтить факела, потому что, ну, я не знаю, как тебе, а мне темно. Я не знаю, у вас у девушек развито там зрение. Слушай, слушай, ты уголь весь не трать, потому что нам еще нужно еду переплавить, пожрать-то хочется как бы. Видите, ребят, не зря я с собой девушку взял на выживание, они всегда мыслят на два шага вперед. Итак, смотри, мы сейчас себе выкапываем базу. Чего? У меня кирки нет. Эээ, дерево есть? Слушай, подожди, вопрос, а нам-то саженец вообще выпал из нашего дерева? Я вот все думала, когда ты про него вспомнишь. А, есть он, фух, так, мы теперь только ждем, когда он вырастет, слушай. Давайте так, ребята, если этот ролик наберет, ну, слушай, выбери, сколько лайков должен набрать этот ролик, чтобы мы записали продолжение. Я чуть-чуть понаглею и скажу 8888. Ребята, вы все слышали, если этот ролик наберет, ребят, да нет, меня зависит, это, это, ну, все. Тем временем, мы тут скопали такую небольшую шахточку, ну, так, это наша база такая небольшая, но сначала поднимись ко мне наверх, я тебе покажу все красоты нашего поверхностного мира. Или нашего, как сказать, нашей поверхности, короче, смотри, у нас тут выросло дерево, у нас тут петушки, не знаю, ну, не обращай внимания на то, что они скорее за барьером, чем в барьере, но это ладно. А, хрюшка, корова и петухи меня не удивляют. О, можно, можно мне кинуть, пожалуйста, можно яички. Да, 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 я только думал, только думал, что тебе это понравится, я только нашел 4 яичка на полу и решил тебе их дать, давай, гуляй наши яички, посмотрим, что там получится. Так, первое, второе, давай, третье, ну, четвертое, нет, ты их убила всех. Ладно, ничего страшного, не повезло, сейчас повезет в следующий раз. Повезет, видишь, они тут вместе там тусят тут и сюда, и, короче, скоро будет еще яички, не переживай. А мы пока что давай с тобой срубим еще вот это дерево и продолжим выполнять достижения, потому что здесь самая главная цель это выполнять достижения, чтобы развивать остров. Смотри, у нас опять вечер, блин, что-то очень странно, очень быстро наступает вечер. О, смотри, какой там закат. Типа, смотри, какая там бомба. Я зашел с девушкой поиграть в Майнкрафт, особенно записать выживание. Она меня еще пнула. Итак, смотри, дальше по достижениям нам нужно убить какого-нибудь монстра. Я не помню, какая именно здесь шахта и что там есть, но я помню, что если копать вниз, то там будет какая-то шахта. Я предлагаю чуть-чуть так аккуратно, я как мужчина, разумеется, прокопаю вниз и аккуратно-аккуратно наткнусь на шахту. Но я не знаю, где она, что она и будет ли она опасна, я вообще честно не помню, честное слово. Опа, подожди, подожди, а я слышу, кстати, монстра. Мышей? Извини меня за нескромный вопрос, откуда ты услышала мышей? Я железо нашла. О, ладно, я понял, видимо, я здесь один. Я накрафтил нам факелов и я слышу очень-очень много монстров. Я не знаю, хочу ли я с ними драться, потому что у меня всего лишь есть кармин. О, можно я попробую? О, пф, да с радостью приходи. Мамма миа, я упал в эту шахту, я упал в эту шахту. Боже мой, слушай, слушай, тут просто творится какая-то жесть. Я убил монстров, но меня убили в ответ. Ну, тебя убили, да? И знаешь что? Да, конечно, мы выполнили достижения, но мне кажется, что я потерял все вещи. Потому что я умер, крипер взорвался, и я не знаю, реально, получил ли я свои вещи. Точнее, получу я, или... Да, вот, это тебе. А, окей, живы-живы, мои вещи живы. Осторожно, тут очень криперов много. Ой. Ты на практике это уже поняла, знаешь, тут криперов много. Да, да. Слушай, тут какая-то жесть, конечно. У меня 46 факелов, и тут остался последний крипер. О, можно, ну, ставь его мне, ну ладно тебе, не вредим. Да, конечно, оставляю его тебе, без проблем. Слушай, добыть пока железо, я тебе положу на поверхность, и я пока что посадил одно дерево. А у нас там одна корова или две? Две, корова и коровус. Смотри, у нас дальше есть достижения, где нам нужно добыть немного кожи, но сначала, прежде чем мы убьем какую-нибудь корову... Нам нужно ее размножить. Да, абсолютно верно. Для этого нам нужна пшеница, поэтому смотри. А нам нужно как можно быстрее сделать ферму, я могу прямо сейчас ее быстренько сделать, и могу нам посадить немного пшеницы. А ты снизу железком забрал немножечко водички, или нет? Нет, нет, я могу без воды пока что сделать ферму. Я не знаю, будет оно расти или нет, но в старых версиях, по крайней мере, оно росло и без воды. Напишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, в новых версиях растет ли это самое все без воды или нет? Потому что я думаю, что да, но это не точно. А еще, кстати, ты не нашел еще один сундучок. Опа, и что в нем есть? Уже ничего. А что было хорошо? А, было в нем три кусочка золота, картошка и нить. А, regular potato, это что? А, ты картошку нашла? Слушай, это какая-то отравленная картошка, которую я бы не рекомендовал тебе пробовать. Я нам забрал железо. Слушай, смотри, давай я сейчас возьму ведро и пойду заберу водички нам, ладно? Давай, потому что мне кажется, оно расти не будет вот так вот. Кстати, смотри, у нас есть 9 костей. Знаешь, что мы можем? Мы можем очень-очень быстро все вырастить. Костную муку знаю, это очень важно. И, кстати говоря, я встречаю тут зомбака на своем пути, но ты, чувак, мне не помеха. Так, забираю водичку, все, я забирал водичку и поднимаюсь к тебе наверх. В будущем, может быть, мы с тобой даже построим какой-нибудь дом. Как тебе такая идея? Построить дом в барьере? О-о-о, а вот это хорошая идея. Да, классная идея. Ну, в общем, мы много всего постараемся придумать интересного, но сначала, смотри, мы взяли воду. Сейчас мы ее можем разлить просто вот сюда для начала. И что? Вода исчезла! Стоп, что произошло? Ну, ты молоко, конечно, унышка. Зачем тебе молоко? Нет, я не знаю этот баг. А ты видишь воду? Нет, у тебя и в этом не было. Не было? Все, окей, тут есть еще один генератор, а этот просто забагался. Ну, давай, попытка номер два. Давай, попытка номер два, разливай водичку сюда, давай. Хопа, и нету. Тоже исчезла? Да ладно? Неужели мы столкнулись с диким багом? И что нам делать? Короче, я знаю, что делать. Дай мне ведерко. Да. Сейчас я нам быстренько все починю. Тут свои криперы, я очень не хочу, чтобы он нам все тут нафиг взорвал. Так, иди отсюда. Иди отсюда. Первый удар сделали по нему. Так, второй удар. И аккуратненько, третий удар. Так, еще четвертый удар. Все, мы еще порог нам собрали. Так, я нам собираю водичку. Все. Какое следующее достижение нам нужно сделать? Первое, так, следующее достижение нам нужно добыть кожи. Смотри, вот прямо сейчас мы вырастим быстренько пшеницы нам. И размножим наших коров. Как только мы их именно размножим, мы сможем убить одну из трех. Дальше мы сможем спечь хлеб из пшеницы, который мы сейчас будем выращивать. Сможем еще что-нибудь сделать. Ой, дальше очень много всего. Мы можем сделать этот удочку и собирать рыбку. Точнее, рыбачить. Третья попытка. Отлично, получилось. Теперь все это собирай. Ты будешь собирать у нас урожай, ты будешь заниматься у нас фермой. Ой, как свинята хорошо смотрят на твою пшеницу. Хоть она и не за пшеницу сюда пришла, она явно пришла за бортовкой. Интересно, на чью пшеницу они пойдут первые? На твою или на мою? Давай посмотрим, чья пшеница их больше привлечет. Ах, вот ты зараза какая. Подожди, одна на тебя, одна на меня. Все, честно. Давай, я тебе поручаю их накормить. Ой, ты куда упала? Ты куда провалилась, возвращайся. Неважно, так было задумано. Давай, я тебе поручаю их накормить, их размножить и... А что вы не идете? Пойдем, пойдем, пойдем. Что-то они багнутые какие-то. Ау, пшеничка. И теперь у нас появляется потомство. Ей, третий. Третий в нашей семье, ребят. У нас немножко небольшое такое пополнение. И это маленькое такое миленькое, миленькое пополнение. Оно даже меньше, чем хрюшка. Правда, голова такая большая, тело такое маленькое. Но да ладно. Опа, здравствуй, новая коровка. Подожди, так у нас теперь их вообще много. Давай эту аккуратненько, аккуратненько. Дай мне, пожалуйста, одну. Заведем в угол. Так, 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 тихо, тихо, тихо. В угол спрячем, чтобы другие не видели. И давай, пока другие не видят. Быстренько, быстренько мочим. Давай, ну, хрена. Ой, хреначь эту корову. Подожди, из нее выпала кожа или не выпала? Не выпала кожа, не выпала. Блин, окей. Ну, слава богу, у нас есть три коровы, поэтому мы можем убить еще одну. Да, аккуратненько, аккуратненько. Давай, 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 главное, чтобы здесь выпала кожа Иначе нам будет очень-очень неправильно Сидеть, ждать, аааа, и стоим О, выпало, еей, отлично, мы выполнили еще одно достижение Короче, мы вообще с тобой молодцы Да, давай пятюню просто, давай Такую безобидную пятюню, ну, представь, что ты мне Дала пятюню, ничего, мне пятюню давать не надо А что ты убежал, тут у меня Все, я нам пока что переплавлю еду У нас теперь будет и хавчик, отлично, ребята Наше выживание идет просто на ура Смотри, сейчас мы себе сделаем бесконечный источник Воды, и после этого начнем рыбачить Но все это мы будем делать в следующей серии, если эта серия наберет 8888 лайков Все правильно? Ничего, это вот корова на фоне Ммм Я только F5 нажимаю, смотрю, сколько же стрел на мне Это просто какая-то, какая-то жесть Как только эта серия наберет 8888 лайков Мы выпустим для вас продолжение А на этом все, с вами был я, Тунка, и моя девушка Дай медро Да Да, ребят, поставьте, пожалуйста, лайк Ради меня и вот этой свинки То, что ты смотришь на свинью с мечом в руках, мне становится страшно Солнышко, а можно я немножко тяпнул? Эээээээээээээээээ, спасибо за просмотр, до новых встреч Увидимся в новых роликах, покаааа-а! Субтитры создавал DimaTorzok